вот он комфорт путешествие на самолете колени прижаты к подбородку сумка под сидением спереди не дает вытянуть ноги один локоть уперся в бедро а другой борется за подлокотник соседом а еще усыпляющий стук ребенка сзади спинку вашего кресла чего еще можно желать но это ведь не машинка до картинга и я большой парень с таким же большим животом почему же сиденья в самолетах такие крошечные в принципе есть надежда что вскоре они станут больше я расскажу вам об этом чуть позже а пока если вам нужно пойти в туалет вашим соседям придется убрать ноги чтобы вы могли проскользнуть мимо а если вы все равно не пролезаете то им придется встать а после этого меняться с вами местами в проходе не исключено что вам даже придется в начале разбудить их а это занимает время так что планируйте свои походы заранее всех этих приключений вполне достаточно чтобы человек захотел потратить все отпускные деньги отложенные на ужин и шоу и сувениры на кресло чуть большего размера в бизнес-классе но так было не всегда возможно вы видели рекламу роскошных самолетов где кресла превращаются в кровати с душем и коктейль баром и вы наверняка подумали когда-нибудь в будущем когда я разбогатею я буду летать так же но в прошлом все эти удобства были совершенно обычным явлением ладно может душа тогда не было но еще в семидесятых годах двадцатого века пассажиры первого класса могли посетить ресторан со столами накрытыми белыми скатертями или коктейль бар с леопардовыми сиденьями и такое могли позволить себе не только богатые люди в экономическом классе компании american airlines был бар с фортепиано ладно на самом деле фортепиано было всего лишь маленьким электрическим органом но авиакомпания нанимала пианиста для развлечения гостей которые стояли вокруг него сидели на кухах и пели честно говоря пассажиры изменились также как и авиакомпании на прошлой неделе я начал напивать себе поднос не мой сосед шикнул на меня представляете но как бы мы не жаловались на ребенка который надрывается в трех рядах от нас мы должны быть благодарны и 50-х годах прошлого века родители могли уложить свое чадо в специальную корзину которая крепилась к верхним багажным полкам ладно малыш я знаю что ремень безопасности в детском кресле действительно расстраивает твои слезы более чем понятны теперь хочется перевернуться на животик и гамак выглядит как прекрасная альтернатива но что если мы попадем в зону турбулентности пристегнутым быть намного безопаснее да мы взрослые согласны что люлька на верхней полке было не самой лучшей идеей но вот бар и лаунж звучат очень здорово что случилось с ними и какое отношение они имеют к размеру сидений наверное вы уже догадались что причина кроется в деньгах дело в том что у авиакомпании есть два основных приоритета 1 доставить вас по месту назначения в целости и сохранности поэтому самолет никогда не взлетает до тех пор пока все пассажиры не получили инструктаж по мерам безопасности чуть позже мы поговорим о том на сколько размер сидений влияет на вашу безопасность второй приоритет это прибыль авиаперевозки это бизнес и не важно как много денег зарабатывает авиакомпания она всегда хочет получить больше и хотя авиакомпании не продают сидения вы же не можете забрать их с собой они с удовольствием сдадут вам их в аренду на время полета по цене билета так что чем больше кресел тем больше билетов а значит и больше денег поэтому лаунжи исчезли на их место поставили дополнительные кресла к тому же если кресла будут меньшего размера то в салон самолета их поместится больше кресла стали меньше чтобы освободить пространство для других маленьких кресел авиакомпании измеряют пространство для сидений так называемым шагом кресел шаг кресел измеряет не пространство для ног ведь у нас у всех ноги разного размера и шаг не измеряет расстояние от края сидения до спинки впереди стоящего кресла шаг это расстояние между двумя одинаковыми точками двух рядов кресел 75 сантиметровый шаг не означает что у вас есть 75 сантиметров личного пространства это означает что между краем вашего кресла и таким же краем кресла спереди расстояние в 75 сантиметров 75 сантиметров чтобы вместить ваши ноги ниже колен ваши стопы сумку которую нужно положить под сидение спинку кресла перед вами которая включает в себя карман с журналами и полетными инструкциями складной столик и целого пассажира перед вами выше колен после этого цикл начинается снова это и есть шаг кресела в 50-х годах боинг 707 самолет который широко использовался для пассажирских перевозок имел шаг кресел 86 сантиметров при этом люди не проводили все свое время сидя в кресле они прогуливались до бара с фортепиано чтобы что-нибудь выпить в наши дни такого бара нет и мы буквально застряли в своих креслах шаг кресел уменьшился с когда-то просторных 86 сантиметров до 75 то есть мы потеряли более 10 сантиметров при этом средний россиянин вырос со 168 сантиметров до 178 и это только средний рост многие из нас намного выше а это означает что шаг кресел уменьшился на 15 процентов а мы выросли на 6 процентов тут есть над чем подумать может быть поэтому еда в самолетах такая неаппетитная может такие компании не хотят чтобы мы росли еще больше кстати ширина кресел тоже сократилась в 90-х годах самые узкие кресла были 48 сантиметров в ширину а в наши дни даже самые широкие сидения в экономном классе уже этих значений некоторые сидения даже достигли ширины 43 сантиметра и если ваши бедра примерно 100 сантиметров в обхвате у вас будут проблемы при этом авиакомпании заявляют что они изменили дизайн кресел таким образом что мы не заметим что они уменьшились например спинки кресел стали тоньше или если говорить языком авиакомпании менее объемными только вот мои колени с этим не согласны помните я описывал трудоемкий процесс похода в туалет к счастью его нельзя отнести к экстренной ситуации но что если бы такая ситуация произошла в действительности эвакуация пассажиров происходит довольно редко на самом деле самолеты заслуженно считаются самым безопасным видом транспорта но что если это все-таки случится во время аварии на счету каждая секунда и пассажирам нужно быстро эвакуироваться вам нужно схватить свой надувной жилет и соскользнуть вниз по надувному трапу или выпрыгнуть на ожидающий вас плот или просто быстро и спокойно покинуть самолет при этом пассажиры с маленькими детьми и пассажиры в возрасте будут серьезно замедлять очередь в настоящее время федеральное управление гражданской авиации планирует провести 12-дневное тестирование чтобы замерить время эвакуации но главное чтобы среди пассажиров были не подтянутые спортсмены а обычные люди а также инвалиды и представители различных возрастных групп конечно великие шансы что вам никогда не придется эвакуироваться из самолета но основная проблема заключается в том что если это все-таки произойдет то узкие тесные кресла могут препятствовать этому процессу и кстати если вы когда-нибудь выиграете в лотерее пожалуйста купите мне билет на один из тех самолетов в которых есть горячий душ ладно я просыпаюсь это был всего лишь сон если сегодня вы узнали что-то новое поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями а вот еще крутые ролики которые могут вам понравиться просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к адми